Кратко о том, что следует запомнить. Станьте ментальным инженером и используйте испытанные методы созидания лучшей, более возвышенной и величественной жизни. Ваше желание – это ваша молитва. Нарисуйте в своем воображении исполнение своего желания сейчас и прочувствуйте его реальность, и вы узнаете радость услышанной молитвы. Легко осуществить желание с надежной помощью ментальной науки. Мыслями в скрытой студии своего разума вы можете создать себе искрящиеся здоровье, успех и счастье. Лично убедитесь путем научных экспериментов, что у бесконечного интеллекта подсознания всегда существует прямой ответ на ваше сознательное мышление. Прочувствуйте радость и умиротворение в предвкушении точного выполнения своего желания. Любой ментальный образ вашего разума – это материальное свидетельство о существовании того, чего вы желаете. Ментальный образ лучше тысячи слов. Ваше подсознание воплотит в реальность любой образ, содержащийся в сознании и поддержанный верой. Избегайте всяких усилий или ментального принуждения в молитве. Войдите в полусонное дремотное состояние и убаюкайте себя своей молитвой до полного засыпания, чувствуя и зная, что она услышана. Помните, что благодарное сердце всегда рядом с богатствами Вселенной. Утверждать – значит констатировать, что все есть именно так, и если вы поддерживаете какое-то состояние разума в качестве истинного, независимо от всех свидетельств о противном, то получите ответ на свою молитву. Вырабатывайте электронные волны гармонии мира и покоя, думая о любви и славе Бога. Осуществится все, что бы вы не пожелали и не восприняли за истину. Пожелайте же здоровья, покоя и изобилия. Жизнеутверждающий характер подсознания. Свыше 90% вашей ментальной жизни проходит в подсознании, и поэтому люди, не использующие эту замечательную силу, обрекают себя на чрезвычайно ограниченную жизнь. Процессы подсознания всегда жизнеутверждающие, они конструктивны и созидательны. Подсознание – это строитель вашего организма, оно поддерживает все его жизненные функции, работая без сна и отдыха 24 часа в сутки. Подсознательный разум всегда старается помочь вам и уберечь от беды. Ваше подсознание всегда поддерживает связь с бесконечным источником жизни и необъятной мудрости. Его импульсы и идеи всегда утверждают жизнь. Все порывы воодушевления, великие мысли и чувства по созиданию лучшей жизни, имеют своим источником подсознания. Ваши глубочайшие убеждения – именно те, которые нельзя рационально оспорить, так как они происходят не из сознательного разума. Вера рождается в подсознании. Подсознание общается посредством интуиции, импульсов, предчувствий, намеков, побуждений и идей. Оно всегда побуждает вас преодолевать трудности, расти, рисковать и двигаться вперед к более высоким вершинам. Побуждение любить людей, спасать жизни других исходит из глубин вашего подсознания. Здесь можно привести примеры времен Великого землетрясения и пожара 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско, когда инвалиды и коллеги, до этого очень долго прикованные к постели, вставали на ноги и показывали выдающиеся и удивительные примеры храбрости и выносливости. В их душах кипело неимоверное желание любой ценой спасти жизнь других людей, и их подсознание откликнулось соответствующим образом. Великие художники, музыканты, поэты, ораторы и писатели настраиваются на волну своего подсознания и получают вдохновение. Например, писатель Роберт Льюис Стивенсон, отходя ко сну, обычно поручал своему подсознанию разработать для него рассказы в ночное время. Когда его банковский счет исчерпывался, он обычно просил у своего подсознания разработать для него сюжет хорошего ходового триллера. Стивенсон рассказывал, что интеллект его глубинного сознания передавал ему сюжет по частям, подобно сериалу. Это свидетельствует о возможностях подсознания выражать через нас высокие и мудрые вещи, о которых наш сознательный разум не имеет никакого представления. Марк Твен часто публично признавался, что за всю свою жизнь он ни разу не работал. Весь его юмор и великие произведения возникли благодаря возможности Твена черпать из неиссякаемого резервуара своего подсознания. Как работа разума отражается на теле? Взаимодействие сознательного разума и подсознания требует аналогичного взаимодействия между соответствующими нервными системами. Спинномозговая система – это орган сознательного разума, а симпатическая нервная система – орган подсознания. Именно спинномозговая система – тот канал, по которому вы получаете сознательное восприятие посредством пяти физических органов чувств и управляете движением своего тела. Эта система имеет в мозгу свои нервы и является каналом ваших волевых и сознательных ментальных действий. Симпатическая система или вегетативная нервная система располагается в ганглионарной массе рядом с желудком, известной как солнечное сплетение и иногда называемая брюшным мозгом. Именно это место является каналом для всех ментальных действий, бессознательно поддерживающих жизненные функции тела. Обе системы могут работать отдельно и синхронно. Судья Томас Тровард однажды заметил. Блуждающий нерв выходит из церебрального участка как часть центральной нервной системы. С его помощью мы управляем голосовыми органами. Затем он движется по направлению грудной клетки, выбрасывая ответвления в сердце и легкие. Наконец, продвигаясь через диафрагму, он теряет внешнюю оболочку, характерную для нервов центральной нервной системы, и начинает походить на нервы симпатической нервной системы, формируя таким образом связующее звено между этими двумя и физически завершая создание человека как неделимого целого. Аналогичным образом различные области мозга указывают на свою связь с объективными и субъективными действиями сознания соответственно. В общем смысле можно приписать переднюю часть мозга объективным, а заднюю часть и субъективным действиям, в то время как промежуточная часть мозга обладает характеристиками обоих. Как взаимодействуют между собой уровни ментального и физического сознания? Сознательный разум схватывает идею, производящую соответствующие вибрации вегетативной нервной системе. Это в свою очередь вызывает аналогичное течение, производимое в центральной нервной системе, передавая таким образом идею в подсознание, являющееся созидательным медиумом, который в конечном счете и материализует ваши мысли. Любая мысль, рассматриваемая сознательным разумом и принимаемая им за истину, посылается мозгом в солнечное сплетение, мозг подсознания, для воплощения в вашем реальном мире. Разум, который заботится о теле. Изучая клеточную систему и строение органов, таких как глаза, уши, сердце, печень, мочевой пузырь и другие, вы узнаете, что они состоят из групп клеток, формирующих групповой разум, и таким образом они совместно функционируют, могут принимать приказания и выполнять их посредством своей специализированной функции по внушению главного, сознательного разума. Тщательное изучение одноклеточных организмов показывает, у них происходят те же процессы, что и в вашем теле. Хотя одноклеточный организм не имеет органов, он все же проявляет элементы разумных действий и реакций, исполняя основные функции движения, питания, усвоения и выделения. Многие говорят о существовании особого интеллекта, который заботится о вашем теле, если вы не вмешиваетесь в его работу. Все это так, но трудность заключается именно в том, что сознательный разум всегда вмешивается в эту деятельность, используя данные своих пяти органов чувств на основании внешних раздражителей, что приводит к принятию ложных убеждений, страхов и мнений. Если страх, ложные убеждения и негативные образы регистрируются в вашем подсознании, внесенные туда психологическими и эмоциональными впечатлениями, то подсознательному разуму не остается ничего иного, как действовать по предписанному ему сознанием плану. Неустанный труд подсознания на общее благо. Субъективная личность внутри вас постоянно работает на общее благо, отражая природный источник гармонии, присущий всем вещам. Ваше подсознание имеет собственную волю и само по себе является вполне определенным и реальным. Подсознание работает круглые сутки, независимо от того, оказываете вы на него воздействие или нет. Это строитель вашего тела, но в данном созидательном процессе вы не можете ничего увидеть, услышать или почувствовать, так как все это происходит безмолвно. Ваше подсознание имеет собственную жизнь, всегда стремящуюся к гармонии, здоровью и покою. Эта божественная норма постоянно ищет свое выражение через вас. Вмешательство человека в природный источник гармонии. Чтобы правильно и научно мыслить, мы должны знать истину, то есть быть в гармонии с безграничным разумом и силой вашего подсознания, его жизнеутверждающего движения. Всякая негармоничная мысль или действие в силу невежества или преднамеренно произведет в результате различные ограничения и раздор в вашей жизни. Ученые утверждают, что каждые 11 месяцев мы создаем себе новое тело. Таким образом, с физической точки зрения ваш возраст на самом деле только 11 месяцев. Если вы создадите в своем организме какие-либо дефекты мыслями страха, гнева, ревности и зла, то вам некого винить, кроме самих себя. Вы являетесь итоговой суммой всех своих мыслей. Вы можете воздержаться от отрицательных мыслей и образов. Светом избавляйтесь от тьмы. Теплом преодолевайте холод. Негативную мысль заменяйте хорошей. Утверждайте добро и зло исчезнет. Ученые утверждают, что каждые 11 месяцев мы создаем себе новое тело. Таким образом, с физической точки зрения ваш возраст на самом деле только 11 месяцев. Если вы создадите в своем организме какие-либо дефекты мыслями страха, гнева, ревности и зла, то вам некого винить, кроме самих себя. Вы являетесь итоговой суммой всех своих мыслей. Вы можете воздержаться от отрицательных мыслей образом. Светом избавляйтесь от тьмы. Теплом преодолевайте холод. Негативную мысль заменяйте хорошей. Утверждайте добро и зло исчезнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok